Вот мне, да и единомышленникам тоже интересно будет, очень хочется на такое реально глянуть, хоть на фото плохого качества, а не на теоретическую картинку с компьютера. Есть оно у вас такое, реально, для народа. Вы знаете, мы ходим по городу мимо всяких заборов, а там какая-то идет стройка, и там висит какая-то картинка. Никто не удивляется, что через год эта картинка переходит в здание, потому что картинка это проект. Так мы показываем не картинки, мы показываем проекты и юнибусы спроектированы, и в таком виде они будут потом бегать по струнным дорогам. Вот мы знаем, как телефон устроен, вот зачем разработчику рассказать, как он паял схемы, какие провода там, контакты, что он золотом покрывал, чтобы это не корродировалось и так далее. Это, это мои дочери. Это не нужно делать. Главное для продукта пользовательские качества. Не начинка, а удобство. Вот я руке держу, я одним пальцем могу набрать там номер, да, я все вижу, я все слышу, устойчивая связь, ну и так далее. Вот это важно для любого продукта, а не какую марку стали ты использовали, там золото, и как там это все припаивал или прикреплял, кому это интересно по большому счету. Так вот, то, что мы делаем, то же самое. Я говорю, что наш транспорт самый безопасный, объясняю почему. Второй уровень размещения, противосходная система, большие запасы прочности, отсутствие факторов, которые приводят к авариям на автомобильных дорогах, лось выбежал на дорогу, у нас нет лося. Люк открытый в асфальте, у нас нет люков, у нас нет асфальта. Гололед, не страшный гололед, потому что лед раздавливается и сталь по сталь катится, тем более есть противосходная система. Поэтому мы легко объясняем, почему наша безопасность выше, чем на автомобильном транспорте в тысячи раз. Поэтому мы это доказываем и с помощью картинок, почему наш транспорт будет самым безопасным. Легко доказать, что он будет самым эффективным, самым экономичным. И продувка в аэродинамической трубе, чтобы показать, насколько важна аэродинамика, это эксперимент, это не теория, это продувка реально в трубе аэродинамической. И те характеристики, которые получены, они экспериментально получены. И зная физику, зная экспериментальные данные, легко почитать, какая мощность двигатель нужна, чтобы двигаться заданной скоростью. Это знает, знаете, студент первого курса генево-авиационного института, как это делается, считается. Тем более не мы, профессионалы. Поэтому можно показать, что и через продувки, через физику, расчеты и так далее, что наш транспорт самый экономичный. Написывание скоростной железной дороги в 6-8 раз. И это сказали, подтвердили реальные эксперты, не вот эти псевдоэксперты, тролли безграмотные. А это подтвердила Академия наук России, у них есть институт проблем транспорта в Санкт-Петербурге, где работают десятки докторов наук, транспортников. И есть заключение. Так вот, пусть бы этот недоумок взошел на мой сайт и почитал экспертное заключение института проблем транспорта за подписью докторов наук транспортников. И там нет хи-хи-ха-ха. Там другое, что это действительно то, что нужно. И вот там, оттуда я беру цитату. Струнный транспорт Юницкого эффективней скоростной железной дороги в 6-8 раз. Автомобильного транспорта в 10-15 раз. Самолетов в 5-6 раз. Это мнение экспертов настоящее.